Частная трехэтажка по документам жизни выглядит как многоквартирный дворец. Получив разрешение на строительство индивидуального жилья на одну семью, застройщик значительно превысил параметры, за что и поплатился. Апеллиационным определением в августе 2018 года данный объект признан самовольным подлежащим сносу. Однако застройщик не исполнял добровольное решение суда, в связи с чем суд дал право администрации города привлечь к сносу специализированную организацию. Нарушения были выявлены при возведении четвертого этажа. Администрация города сразу же подала в суд, но тем не менее, пока шли разбирательства, застройщик продолжал возводить лишние этажи. В итоге было принято решение о сносе. Сегодня дом на улице Хуторской начали разбирать. По словам местных жителей, такая мера вполне оправдана. Такие высокие дома здесь не выдерживает канализация, потому что здесь низменность и здесь болото. Здесь кое-где даже проваливаются дома. Так что это бесполезно, что они строят. Надо разрешать просто трехэтажные этажи. Все, больше выше нельзя. Дома на Нижнемеретинской улице ждет такая же судьба. Здесь расположены два недостроенных многоквартирника площадью почти в 4000 квадратных метров. Застройщик также получал разрешение на строительство частного дома высотой в три этажа и площадью в 765 квадратов. Постановление о сносе вступило в силу еще в октябре. Однако хозяин постройки не захотел самостоятельно ее ликвидировать. Затем право на снос перешло к администрации города. Чем руководствуются застройщики в такой ситуации, непонятно. Одни рассчитывают на русскую авось, другие надеются на постоянное судебное обжалование. Так или иначе, закон есть закон. И с 2014 года эмеретинская низменность признана особо ценной зоной на федеральном уровне. Максимум здесь разрешено возводить трехэтажные дома на одну семью высотой не более 12 метров. В настоящее время по городу Сочи уже ведется три сноса самовольных строений за счет специализированных организаций. Кроме того, один объект самовольного строительства сносится непосредственно застройщикам. В настоящее время еще несколько объектов готовятся к сносу. В ближайшие несколько недель также будут начаты работы по осуществлению фактического сноса данных объектов. В ходе съемки выяснился интересный факт. Оказывается, крыша домов на Нижней Меретинской скрывает под собой целый ряд квартир. Здесь и входные двери, и пластиковые окна. О необычном дизайнерском решении спросили представителя застройщика. Ну, я не вижу там окон. Вы могли бы повернуть? Ну, если зайти изнутри, то вы их увидите. Это все зафиксировано на камеру. Ну, я так полагаю, что это просто чердак. По официальным данным, проданных квартир в домах, подлежащих сносу, в реестре недвижимости не числится. Тем не менее, власти города призывают жителей и гостей курорта быть внимательными при выборе застройщика. Список объектов, которые уже точно пойдут на демонтаж, размещен на сайте администрации города.